Всем привет! В этом выпуске мы поговорим о финале Голден Лиги, узнаем об изменениях в лучших командах, а также объявим новый конкурс и подведем итоги старого. В Минске завершился финал третьего сезона Голден Лиги. Нави в третий раз подряд смогли завоевать чемпионский титул, при этом не проиграв ни единой карты. Команда Юнити заняла второе место и в нагрузку к призовым получила поездку на гранд-финал. Третье место заняли Майн. По каждому из четырех дней соревнований мы выпустили обзор, а также собрали все лучшие моменты в одном видео. Посмотреть ролики можно, пройдя по ссылке в описании. Впереди пора межсезонья, а значит нас ждут изменения в составах. Ни для кого не секрет, что результаты, показанные на лан-турнире, могут сильно повлиять на такого рода решения. Так что будем ковать железо пока горячо. Мы расспросили игроков о планах на ближайшее будущее, как только они завершили свои матчи. После данного лан-финала я перехожу в европейский состав Синеджи, где я буду занимать должность менеджера. На мое место капитана придет Сеч, так как он имеет больше всего опыта и раньше уже был командиром. Скорее всего мы поменяем игрока 3-4 в нашем составе. Что касается планов на будущее, в следующем сезоне мы планируем приехать на лан в Семером. Команда не достигла нужного результата, а в свою очередь капитан устал от танков и решил заняться другим проектом. Поэтому мы ищем нового полевого командира, а также, возможно, несколько других игроков. Это еще под вопросом. Результатом мы не очень довольны, но по-прежнему нацелены на топ-3 следующего сезона. Показали неплохую игру, но в следующий сезон мы не планируем особых изменений в составе, если не будет каких-то форс-мажоров. И будем стараться тренироваться и переезжать и забирать какие-то медали. У нас новый состав будет на следующий сезон. Я перехожу на роль игрока, соответственно, будет смена командира. Уже начали тренировки, успешно. И, соответственно, огромнейшие планы на следующий лан. То есть выступит еще лучше, нежели здесь. Мы рады своим результатам. Из команды никто не уходит. Мы добились того, что хотели. Команда останется в том же составе, никто не разбегается. Мы будем развиваться дальше. Результаты классные, мораль на высоте. У нас в команде все хорошо. А теперь новости одной строкой. Команда Silent Storm, которая до выхода в Golden League не хватила совсем чуть-чуть, переродилась под названием Z-Gaming. В обновленном составе замечены опытные игроки из RockSkiss. Так что команда выглядит очень сильной. По меркам Сильверлиги, разумеется. В Казахстане в ближайшее время пройдет серия турниров с лаконичным названием «Битва за Казахстан». Финал первого этапа пройдет в городе Алматы 9 марта. Подробности по ссылке в описании. На сайте Virtus.pro продолжается цикл статей «Основы 7.42». На этот раз нас ждут советы для начинающих командиров. Ссылку на материал ищите внизу. А теперь подведем итоги конкурса Т-1 в поле воин. Лучший урон на этом танке в командном бою смогли показать Зло 0.4 Рус, Камадоша и Даниил Романов. Им достаются толстовки Virtus.pro. Поздравляем! Ну а мы объявляем новый конкурс. В нем вы сможете показать, как побеждаете в командном бою сильных соперников самыми нестандартными наборами танков. Смогли одолеть 5-сов семью четверками или затащили бой, играя только на артиллерии? Покажите нам. Чем необычнее сетап и интереснее бой, тем больше у вас шансов на победу. Подробности по ссылке в описании. И на этом у меня все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова